Ему было 19 лет, когда он попал на фронт. Он доблестно сражался в Запорожье. Исай Мусаевич не раз проявлял мужество и героизм в боях. В тяжелейших сражениях за освобождение Запорожья Исай Яхке получил ранение. После лечения в госпитале он проработал на военных заводах Урала 12 лет. Товарищей много остался там очень. Первый рот, а второй завод я там был. От этого завода 4 человека только назад вышли. Остальные все там остались. Люди как камень, вот так лежал все. Мемцы наши все лежали так. Ну что, что сделать? Ранение получал я назад. Пришел уже. Тылы тоже бомбили, страшно бомбили. В день 90-летия ветерана пришли поздравить представителей мэрии Карачаевска. Заместитель мэра Сергей Панферов зачитал поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина. А также вручил подарок и поздравление от главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова. Примите искренние поздравления с юбилеем. Вы прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны. Поднимали из руин разрушенные города и села. Своим самоотверженным трудом создавали богатство страны. И всегда сохраняли стойкость, силу духа, веру, правое дело. Исай Яхкеев имеет множество боевых и трудовых наград. После войны работал трактористом. Последние 52 года посвятил развитию народного хозяйства Карачаева Черкесии. Сегодня Исай Мусаевич воспитывает и прививает любовь к родине двум своим внукам. Очень благодарна им. Правда, мама рано ушла, не дождалась этого дня, когда папе столько лет. Я очень благодарна ему. Я поздравляю еще тебя, папа. Спасибо. С днем рождения, с юбилеем. Живи долго. Здоровья тебе. Здоровья, самое главное здоровья, чтобы ты дольше жил и всегда нас радовал. Исай Мусаевич и сегодня принимает активное участие в жизни общества. А его подвиги всегда будут примером для подрастающего поколения. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Карачаевск.